друзья всем огромный привет с вами на связи серджио карцар сегодня у нас вот такая замечательная мобильная обработка работать мы будем с вами в lightroom и снапсид фотография которую мы с вами будем сегодня обрабатывать находится по ссылке под видео поэтому скачиваете и присоединяйтесь к обработке вместе со мной а результатом наши с вами работы станет вот такая вот фотография мы практически с вами реанимируем и спасем все цвета вдохнем в эту фотографию жизнь добавим структуры резкости и выстроим цветовую схему в теплых красных и оранжевых оттенках итак давайте не будем терять времени поехали итак друзья открываем нашу фотографию в lightroom переходим света светлые области полностью убираем влево тени полностью убираем вправо белые полностью убираем влево черный полностью убираем вправо контрастность убавим примерно на минус 30 переходим в кривые выбираем rgb делаем s-образную кривую возвращаем фотографии контраст точку белого слегка опускаем точку черного слегка поднимаем чтобы сделать наши тени более легкими более бархатистыми и красивыми переходим в красный канал в красном канале средние тона опускаем немного вниз добавим цианчика в наше изображение среднюю точку возвращаем на место на самый центр переходим зеленый канал теперь в наше изображение добавим немного фиолетовых оттенков центральную точку возвращаем на место синий канал теперь сюда же в средние тона мы добавляем немного желтых оттенков среднюю точку возвращаем на место теперь я слегка побалансировал и выбрал такое значение кривой в красном канале опустив немного ниже чтобы наши тени стали слегка заметным циановым оттенком отлично кликаем готова теперь нам нужно поработать с цветами поэтому переходим в панель цвет добавляем красочность примерно где-то на плюс 30 и убавляем насыщенность примерно где-то на минус 20 переходим смешение цветов и так перед нами красный это цвет автомобиля поэтому делаем его слегка оранжевым совсем чуть-чуть чтобы цвет автомобиля стал пламенным можно добавить немного насыщенности переходим в оранжевый цвет это у нас цвет листвы из грязный желтый сделаем более красноватую листву так она будет смотреться красивее гармоничнее вот такой вот яркий оранжевый красивый цвет оттенок в оранжевом оттенок в оранжевом цвете я перевел на значение минус 35 можно добавить чуть чуть насыщенности 5 я думаю будет достаточно желтый переводим сторону оранжевых оттенков где-то примерно на минус 50 слегка прижмем насыщенность зеленый цвет у нас совсем немного на деревьях давайте мы его сделаем потеплее чтобы он гармонично влился в нашу цветовую схему а насыщенность прижмем где-то примерно на минус 70 80 остальных цветов у нас здесь как мне кажется нет поэтому мы можем их игнорировать ну разве только что фиолетовые оттенки давайте мы уберем сторону синих и прижмем насыщенность полностью а в малиновых оттенок уберем в сторону красных полностью и насыщенность уберем полностью если у нас есть какие-то артефакты виде этих цветов то мы их нивелировали отлично давайте посмотрим какое изображение было какое стало осталось только его сохранить кликаем кнопочку экспорта выбираем формат jpeg настройки выбираем самые большие размеры чтобы сохранить оригинал качество сто процентов соответственно кликаем другие параметры входную резкость выбираем экран величина высокой цветовое пространство srgb экспортируем изображение закрываем lightroom открываем snapseed добавляем изображение которое мы только что обработали в lightroom отлично переходим в инструменты давайте добавим эффект hdr выбираем значение люди так она отработала мягче всего идем в настройки и тем не менее немножко доработаем давайте слегка снизим фильтр немножко я приберу яркость минус 5 и слегка повышу насыщенность где-то плюс 6 кликаю галочку иду в инструменты выбираем фильтр блеск софита выбираем третий фильтр но давайте мы доработаем его так убираем сияние где-то примерно плюс 25 немножко я понижу насыщенность минус 16 и чуть-чуть добавлю тепло плюс 5 кликаю галочку теперь нужно поработать немножко со структурой и с резкостью идем в инструменты выбираем резкость добавим структурки плюс 37 добавим немного резкости где-то 19-20 будет достаточно кликаем галочку идем в инструменты в коррекцию давайте немного подкорректируем наше изображение добавлю чуть-чуть контраста плюс 5 совсем чуть-чуть добавлю насыщенности прям плюс 2 светлые участки немного пониже тени пожалуй тоже слегка прижму теперь перейду световой баланс найду как мне кажется золотую середину это плюс 17 тепло добавлю немного тепла плюс 3 кликаю галочку теперь нам осталось поработать с локальным контрастом тени я отработал хорошо а вот светлые участки в частности блики на этом автомобиле мне не очень нравится поэтому идем в инструменты кликаем кисть выбираем кисти dutch and burn выбираем значение 5 увеличиваем наше изображение и поработаем с бликами давайте осветлим слегка березки на заднем плане и я слегка пройдусь по всем бликам на автомобиле не забываем про стекло и капот итак друзья нам осталось всего пару шагов давайте зайдем еще раз в инструменты коррекция сделаем изображение слегка все-таки посветлее кликаем галочку идем инструменты и теперь добавим текст выбираем текст кликаем два раза на надпись и пишем слово с юпер юльте извините за мой английский что обозначает превосходство ok размещаем надпись над крышей автомобиля кликаем галочку и идем палец вверх нажимаем на слои посмотреть изменения выбираем кисточку кликаем на инвертировать изображение и сейчас мы сделаем таким образом как будто надпись находится за крышей автомобиля если залезли нужно поправить ничего страшного делаете над текстом циферку 100 и возвращаете букву там где вы нечаянно ее в лишнем месте стерли кликаем галочку так я еще пожалуй немного доработаю податру вот здесь отлично кликаем галочку ведем палец вверх нажимаем на стрелку нам осталось изображение только сохранить и теперь давайте посмотрим какое изображение было изначально и что в итоге мы получили итак друзья на этом все если вас интересует цветокоррекция и вы любите обрабатывать свои фотографии с применением пресетов у меня для вас есть выгодное предложение она находится в описании под видео переходите на мой инстаграм-канал там очень много примеров обработки фотографий там вы также можете посмотреть до и после как обрабатывают мои пресеты переходите в telegram канал там очень много полезного и интересного если вы впервые на моем канале не забудьте забрать подарок из 20 пресетов набора universal на этом друзья все творческих вам высот всем пока и до новых встреч удачи